Доброе утро, друзья! Давно не было видео, я тут болел немножко, выходные были. Ну и честно, вот так вот вам сказать, мне немножко тут про политику говорить не то, что надоело, но получается некое то да потому пока. Никаких каких-то вещей, которые мне бы казались супер яркими, нет. Поэтому произошло закономерное явление начала сдачи в плен бойцов Азова в Мариуполе, в Азовстале. Причем в украинских СМИ это иной раз выдается чуть ли не как победа, но это их дело. Китай продолжает свою позицию на поддержку, по крайней мере пусть и умеренную, но тем не менее поддержку Российской Федерации. Не так давно Китай, в общем газета Хуантью выдала материалы о том, что попытки вступления, пока еще все же не вступления, но попытки вступления в НАТО, Швеции и Финляндии это плохо и это безумие и так далее. Написали китайцы в своей одной из известных и читаемых газет. Вот, в общем все примерно знаете в одной паре, все в одной паре. Вот, европейцы продолжают покупать газ за рубли, рубль тем самым в общем укрепляется, цены на нефть, хоть и не бьют рекорды, но все равно достаточно высокие. Вот, ну кто-то видит в происходящем какой-то повод для паники, начинает разувериваться во всем и вся. Кто-то наоборот видит надежды на мир и окончание, неизбежное окончание, по крайней мере горячей стадии конфликта. Вот, я хочу с вами поговорить о немножко другом сегодня, повторюсь, потому что вся вот эта вот политическая ангажированность всех и вся, она немножко уже начинает утомлять. Важными были две годовщины, которые аккуратно приходятся на уже прошедшее 16 мая. Во-первых, 16 мая 1982 года, ровно 40 лет назад, вышел один из моих любимейших фильмов, который я смотрел не раз с большим интересом и большой любовью. Это фильм «Конан Варвар» 1982 года, который мне нравится, я не могу, причем я пересматривал его уже так вдумчиво в зрелом возрасте. Кстати, советую тем, у кого английский хотя бы такой средний, смотреть его в оригинале, ну, в смысле, в английском, можно с субтитрами. Дело в том, что фильм достаточно простой, почему, собственно, он и стал для Шварценеггера в значительной степени судьбоносным и стал таким для него, ну, что ли, фильмом-пропуском в мир большого кино. Ну, а до этого все-таки роли у него были, прежде всего, эпизодические. Так вот, потому что его еще тогда имевшийся довольно заметный акцент там был в тему и говорил он мало. Ну, то есть он изображал варвара-северянина, вот, который немногословен. Вот, пожалуйста, идеальная как раз возможность была обыграть его тогда еще имевшийся, повторюсь, акцент. Потому что сам Шварценеггер, как мы знаем, из Австрии. Так вот, фильм в оригинальной озвучке, он при этом еще и имеет больше отсылок к творчеству Говарда, Роберта Изерина Говарда, который является автором Конана и ряда других вселенных. Но Конан, конечно, здесь превалирует, как получившуюся же наибольшую распространенность не только в виде фильма уже озвученного, но и в виде целого ряда продолжений, написанных уже не Говардом. Сам Говард, к несчастью, ушел из жизни очень рано. Он не пережил уход из жизни собственной матери и застрелился. Но его дело продолжили, некоторые его заготовки, что называется, потом были расписаны и превратились в полноценные произведения. Есть произведения, не связанные с его уже какими-то начинаниями. Были целые журналы комиксов про Конана, там Savage Sword of Conan и так далее. Игну с играми тут ему повезло немножко поменьше, в отличие от вселенной Вархаммера, Вселенной Колец и других по Конану. Из известных игр вспоминается Conan Exiles. Наверное, больше из крупных каких-то проектов мне ничего не вспоминается. Даже модов на вселенную Конана гораздо меньше. Ну, на такие, знаете, наиболее модопригодные и часто являющиеся базой для модов игры. Типа, допустим, какого-нибудь этого самого Mountain Blade или Total War, который какого-нибудь Рома или Медивола. Там, ну, я знаю один мод по Конану на базовый Mountain Blade, который даже еще не Warband. Но он такой простенький. Ну, в принципе, для фанатов вселенной, так, чтобы во что-то поиграть, можно поиграть. Но он все-таки простоват. Там некоторые моменты обыграны интересно. Но все-таки можно было сделать там посложнее его. Вот. Ну, а так, конечно, пока до выхода какого-то нового фильма надеяться на то, что произойдет какой-то вот мощный всплеск интереса не стоит. Хотя в СМИ муссируются слухи о том, что Шварценеггер хотел бы вернуться к роли Конана и завершить вот эти вот два вышедших фильма. Соответственно, Конан-варвар, Конан-разрушитель, Конан-король третьим фильмом, где он бы сыграл как раз короля уже, так сказать, в годах, но еще способного к борьбе со злом. Наверное, такой фильм бы смог пролить дополнительный свет на эту историю и увеличить интерес к Конану. Попытка перезапуска Конана с Джейсоном Мамоа не удалась, на мой взгляд, совершенно. Фильм получился какой-то... Ну, он жестокий и бессмысленно, понимаете? Дело не в том, что я там против какой-то жестокости в кино, в принципе. Он получился какой-то не такой, каким ему должно быть. Вот. Поэтому так. Так или иначе, мы с вами, я вас, по крайней мере, отсылаю к творчеству Говарда. К счастью, есть немалое количество аудиовариантов его произведений. Если вам не особенно есть время читать, вы там куда-то постоянно едете, это, пожалуйста, многие рассказы есть в аудиоварианте. Вот. Кому интересно, можете в личные сообщения ВКонтакте написать или здесь в комментарии я вам дам какие-то отсылки. Но на Ютубе, имейте в виду, есть сведенная воедино сага о Конане. Там и рассказы, собственно, Говарда, и рассказы его последователей. Имейте в виду, что, правда, они там выстроены в хронологической последовательности, чего сам Говард не особенно любил. Он считал, что сага о Конане должны рассказываться, как, знаете, байки воинов у костра, где какой-то вот такой хронологии, подобной исторической особенно нет. Вот. Опять же, я Конана люблю. Вот. Кстати, у Говарда он далеко не всегда гонял голышом, как в многих последующих произведениях. Но Говард породил вообще не только Конана, но он породил еще и Рыжую Соню, хотя у него это произведение не имело прямого отношения к фэнтези. Это скорее было произведение такое, отсылающее к историческим реалиям борьбы Австрии с Турцией. Но потом Рыжая Соня перенеслась в фэнтези-вселенную и стала там в том числе подругой и напарницей Конана-варвара. Так что тут Говард тоже пусть и опосредованно наследил. Второе событие, связанное как раз вот с 16 мая, это провозглашение императором Латинской империи Бодуэна, более известного как Балдуин. Вот. Хотя мне люди с французским языком сказали, что Бодуэн лучше. Вот. Фландерский феодал, который стал после падения Восточной Римской империи, ну, с Константинополя точнее, потому что значительная часть территории осталась под контролем византийской знати, вот он произвел себя императором. И, несмотря на очень короткое правление, дело в том, что он был разгромлен болгарами довольно быстро, он был, наверное, одним из лучших императоров, но про Латинскую империю, про то, какие уроки она нам может преподать, можете посмотреть в одном из роликов моих недавних, там слово Константинополь в названии есть. Поэтому на эту тему я слишком долго повторяться не буду. Вот. Следите за событиями, не только политическими, но и связанными с культурными, какими-то историческими происшествиями, потому что, ну, многое из того, что происходит сейчас в политике, не только мы изменить не можем, но и очень могучая мира сего, то есть, потому что, там, экономические, геополитические и прочие законы, они работают иногда, как законы физики, и не так хорошо поддаются контролю со стороны, пусть даже сильных личностей. Поэтому, друзья, не впадаем в какую-то экзальтацию. Всего вам доброго, удачи, берегите себя. Надеюсь, сейчас видео будет выходить почаще.